итак делаю очередной обзор товара естественно первая часть будет распаковка это материнская плата за 3090 аэрос pro сейчас посмотрим полную комплектацию поставляется такой коробки сама материнка была вот такой нише а внизу различные комплектующие сейчас так вот давайте посмотрим здесь вот хорошая упаковочка потом ее сдерем процессор 4 слота здесь питание будет 24 и вот здесь вот вверху видите 6 8 плюс 4 ну для так сказать для питания достаточно 8 до но если будете разгонять нужно будет и 4 подключать то есть у меня тут был питание так сказать только вот 4 буду покупать переходник вот сюда так что имейте ввиду значит вот посмотрим слот для процессора так как материнка самая новая относительно здесь установят процессор девятого поколения без проблем на него будут устанавливаться посмотрите в моем канале процессора я пока еще не приобрел будет устанавливаться вот красная шляпа сюда вот есть отверстие для ее крепления уже обратите внимание все значит здесь слот 1 м2 и 2 м2 под радиаторами буду устанавливать и тот и тот один для операционной системы скорее всего внизу второй ну там под игры я не так часто играю но под игры то есть 512 под игры а здесь 250 но достаточно 250 ева наверно куплю samsung его здесь какой-нибудь а дата стандартный значит видите есть усиление для pc экспресс слота металлическим обделано он будет устанавливаться одна мне будет видео карточка становится верхний слот потому что скорость верхнем 16 потом 8 потом 4 вот внизу обратите внимание здесь аудиосистема здесь различные коннекторы для подключения это сам контроллер батарейка для бивуса и здесь 6 портов sata естественно 0 1 2 3 будут свободно а 4 5 который 2 потому что будут занят так как они делят внутри вот этого делят так у меня два сота будет занято поэтому здесь только четыре порта но смотрите четыре сота будет свободных значит давайте посмотрим обычные сота порта да очень много подключения для вентиляторов значит то есть то здесь такая тоже планочка для этого ну здесь смотрите 9 у нас будет рв проигрыватель дальше жесткий диск 6 терабайт для хранения всей информации самый нужный 2 3 терабайтник это под самый мусор то есть что-то скачать удалить скачать фильм удалить терабайтник и еще один и ssd ник я буду покупать обычную сота 3 формат фактор два с половиной 960 гигабайт патриот это так сказать тоже как дополнительная емкость для хранения чтобы все четыре слота у меня были заняты так давайте посмотрим очень понравилась хорошая система значит смотрите и usb 24 дальше hdmi это для подключения к монитору если у вас вдруг что-то случится видеокарточка потому что в процессор буду брать с внутренней видеопамятью естественно дальше смотрите sata 303 штуки sata 3 1 2 штуки его sata тип c но вы ну естественно lan порт для интернета и для звука очень принципе много понравилось то что очень много здесь usb выходов ну писи попалом уже нет ну мышку и клавиатуру мне тоже на сайте смотрите обзор отделом достаточно купить usb шну и все будет отлично надеюсь есть есть вот такая вот вот ведь такая маленькая вга процессор boot и рам это вот индикация сигнализации вот эти четыре вдруг что-то у вас но вы неправильно подключили можно будет посмотреть это начало га потом слева в га внизу потом будет загрузка процессор вверху и память вот четыре индикации ну на всякий случай если что ну в данном случае будет установить два модуля памяти потом естественно по мере приобретения значит будет устанавливать скорее всего во второй и четвертый слот потому что здесь будет стоять башня вот это и скорее всего первый слот ну будет мешаться поэтому во второй и четвертый будем становиться по ней работали в двухканальном режиме насколько вы понимаете подключение есть все есть все аккуратненько сделано все чистенько так давайте посмотрим в комплекте инструкцию но на английском но в принципе понятно и читаем и диск с дровами ну диск можно скачать на сайте производителя официальным самый последний дрова сайт производитель здесь же указан можно зайти по ссылке на сайт производитель скачать самый последний дрова что я вам рекомендую любви можно с диска поэтому с диска если вдруг что-то с интернетом вот диск поэтому и для этого нужен dvd rv привод так ну можно заранее конечно вот книжечка тут мануал принципе на английском языке ну достаточно понятно так дальше идет sata порта две штуки и тут две штуки как раз 4 то есть достаточно не будет достаточно вот 42 24 дальше вот идет такое подключение для вентилятора скорее всего да скорее всего будет контролировать процесс охлаждения вот не очень пойму для чего и она она ну вот она тем не менее на есть вот ведь это вентилятор подключается и к разъем очка мы принципе найдем это разъем можно найти на самом тернической плате дальше вот такой вот разъем это кстати для подсветки это вот rgb что подсветка работала она разъединяется здесь но у меня подсветка не нужно она используется не будет вот такое дальше вот очень хорошие это вот такая колодка уже в нее мы установим все загрузку так далее вот эти вот и пенечки которые есть в системном блоке вот они потом вот в эту f панель вот на и в панели не потом вот так вот бах и устанавливаются то есть ничего будет сложно здесь на панели тоже все подписано да и вот она будет устанавливаться вот в эту панель пенечки стопать очень удобно сделали тут тоже все подписано и подписано там на системном блоке все проводочки подписаны вот очень удобно дальше это скорее всего да для крепежа м2 вот дополнительный бултик раз дополнительный бултик 2 потому что у вас два им два и дополнительный винтик раз вот он маленький такой раз и дополнительный винтик 2 все предусмотрели молодцы то есть так дальше тут ну инструкции скорее всего и да как устанавливать память и вот есть такие еще два проводочка это скорее всего для контроля температуры потому смотрите видите на конце спаят скорее всего термопара я так предполагаю и вот здесь вот такие два пенечка он видите они устанавливаются плату и это скорее всего для контроля температуры так сказать пока я не разобрался не пойму кстати раз такой него два на нем конкретно ничего не написано номер просто еще а что это серийный номер просто написано да и вот смотрите вот на пенечек 22 металлических вставляется а это на конце спаят скорее всего термопара до который контролирует температуру ну посмотрим я так предполагаю все потом естественно я буду когда устанавливать накопители и все подключать я вам все покажу то есть как устанавливается м2 тут принципе вот видите крепеж достаточно то есть его отключаешь ее сюда становится слот и сюда и сюда здесь даже а не закреплен контроллер здесь bios батарейка все всем спасибо за внимание